я рада вас приветствовать любители вязания спицами сегодня мы с вами поговорим про этот пуловера секционной пряжи а той полемики которая была у меня в сообществе в youtube и также о ваших комментариях я покажу новые инструменты и хочу поприветствовать тех кто нам с вами сочувствует хочу начать именно с этого инструмента это змейка для фиксации тех наших с вами изделий которые мы уже готовы заблокировать и придать им форму поторопилась я с этой змейка по одной простой причине я показывала вам этот чудесный кардиган из фильма джентльмены и я вязать его буду для сына он пока продвигается продвигается этот процесс но я прервалась на вязание вот этого пуловера и что же для чего же нам нужны разные разные фиксаторы для того чтобы окат рукава зафиксировать правильно и грамотно чистота вот этих вот иголочек и гибкость этой конструкции позволит мне после вязания придать идеальную форму для оката рукава это изделие александра пронина у него все его продукты называются моти моталки пасма моталки фиксаторы держатели клубков и бобин и подробнее мы поговорим про этот фиксатор чуть позже когда я уже свяжу рукав для кардигана из фильма джентльмены и многие из вас спрашивали что такое вт о разобрались сами я некоторым писала в комментариях вы всегда можете спросить если не совсем понимаете либо мои сокращения либо термины я с большим удовольствием вам отвечу здесь у меня на youtube канале есть вкладка называется сообщество там иногда я публикую какие-то сюжеты или посты это фотографии с текстом либо это опрос либо может быть я иногда сообщаю вам когда выйдет новый ролик и в последнем моем посте в сообществе вот так он выглядел я спросила во время вязания вот этого пуловера скажите пожалуйста дорогие как вы относитесь к секционной пряжи но неожиданно для меня было что разделилась моя аудитория зрителей то есть вы разделились на два четких лагеря сомневающихся нет есть те которые в восторге любят и используют свою пряжу секционного вязания есть те которые не то что насторожено а достаточно очень восприняли мой вопрос с какими-то эмоциями что категорически нет я сейчас поясню почему как мне кажется некоторые из вас достаточно сложно относятся к этой пряжи вот из нее связан вот этот пуловер называется он летучая мышь самый первый пуловер который вызвал много восторгов и интересов вот этот вот из секционной пряжи из мохера я даже в телеграм-канале схемы на его вязание опубликовала в открытом доступе но так как по этой схеме вязать не очень удобно я решила написать мастер-класс и буквально наверно к тому дню когда выйдет этот ролик я напишу и он уже будет готов называться да он будет летучая мышь почему летучая мышь вот такой вот крой рукава цельный вяжется пуловер из двух половин вот здесь находится шов две половины соединяются потом надвязывается вот это горловина так называемая два способа ее носить таким образом и можно на одно плечо как это делаю кокетливо я вернемся мы с вами к пряже почему возникают какие-то недовольство результатом секционной пряжи я знаю почему потому что вязать вот такой пуловер гораздо интереснее потому что получаются диагонали которые соединяются в центре а вязать квадратным кроем когда у вас идут как написала одна арбузные полосы ну да наверняка такое изделие будет выглядеть мягко говоря неинтересным я вязала летучую мышь не только из секционной пряжи еще был вот такой вот пуловер с аранами и когда я решила следующее не вязать с этим количеством переплетений кос вот это как раз и есть араны да когда у вас эти дорожки идут витиева то такие скандинавские знаете ли мотивы я решила просто пойти легким путем у и очень часто выбираю этот путь не то чтобы это некрасивый был бы пуловер но без аранов было бы проще вязать и пряжа уже была достаточно яркая просто решила повторить этот эффект и поэтому для тех кто может быть какие-то квадратные изделия связаны горизонтально обычным кроем вязала секционные пряжи я вас могу поддержать да они выглядят ну не очень интересно а так как вот у этого пуловера своеобразный крой вот можете посмотреть то в результате получается именно то что вы захотите я могла вязать горловину другим цветом но мне хотелось чтобы это был такой знаете ли яркий треугольник то есть я немножечко хотела графики именно в этом свитере чтобы ярко было видно какой у него необычный крой по поводу расхода вязала я его из максимально яркой пряжи где есть вы видите горчичный цвет зеленый малиновый бордо это пряжа очень простая alize lan gold batik и в ней в этой пряжи в 100 граммах 500 метров но мне пришлось покупать три матка хотя по весу он весит 200 грамм я вам сейчас объясню почему не все клубки синхронно начинаются из одной партии с одного и того же место поэтому вам какой-то отрезок ниток придется отложить поэтому собственно и докупала еще один дополнительный моток хотя по весу не нуждалась я в этом чтобы мне подобрать вот эти периоды чтобы они начинали с одного и того же места я думаю что если я найду тонкий махер секционного окрашивания с длинными секциями вот именно с длинными секциями не с короткими которые использую чаще для вязания носков то наверное я попробую из такой пряжи меня разочаровали сказали что пряжа поэма как раз имела длинные секции что она снята с продажи и следующий скорее всего пуловер будет по этому описанию именно из мохера и в моем телеграм-канале напоминаю есть в открытом доступе схемы вот этого пуловера похожего на него он с аранами можно проигнорировать араны можно его вязать или вы дождетесь мастер-класса под названием летучая мышь где все расписано количество рядов сантиметров и все остальное и я хотела обсудить с вами один вопрос немаловажный вопрос размера это то с чем я сталкиваюсь очень часто какую пряжу выбрать сколько ее нужно взять в граммах и вы знаете многие вязальщицы рассуждают что свитер должен весить вот столько граммов я хотела напомнить о количестве пряжи вам и о метраже и о весе один из кардиганов называется он кардиган мята я связала на размер 54 56 он весил не очень много граммов около 500 и то какой большой он получился зависит от толщины нитки и от толщины спиц и вот точно такой же кардиган который весит уже 300 с небольшим граммов такое же количество петель я набирала но там уже было гораздо тоньше нитка махера в два сложения и меньше номер спиц и также вот с этим пуловером если мне понадобится связать его гораздо большего размера я также буду набирать начинала вязать то я с рукава 102 петли но это будет пряжа у которой не 500 метров 100 граммах а может быть 400 и 350 и что кому-то это поможет метраж толщина спиц и количество граммов вот паутинка пуловер ингрид он связан в одну нитку махера где в отделке участвовала совсем немножко очень тонкого мерино со с кашемером для того чтобы придать плотность либо краю либо вот этим шнуркам на спине он вообще весит очень мало неприлично также мало весит и пуловер из махера и букле под названием эльза я думаю что в моих плейлистах которые под названием вязаный пуловер кардиган шапки если вы полистаете на моем канале вы найдете тот или иной ролик где на обложках для видео я всегда пишу для вас о чем пойдет речь а вам свою очередь хотела пожелать следующего чтобы все ваши близкие были здоровы и счастливы а самое главное чтобы вам приносило все что вы делаете большое удовольствие я в свою очередь уверена что мы с вами увидимся в будущем и я говорю вам пока а а Субтитры сделал DimaTorzok